Большая вода на пользу. Аграрии Туркестанской области рады тому, что в регион пришло много воды. Уже через 10-15 дней они планируют собрать новый урожай. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Важный источник для сельскохозяйственной деятельности – вода – позволила надеяться на хороший и обильный год. Все подробности в сюжете. С начала поливного периода аграриям Туркестанской области направили 682 миллиона кубометров воды из Шардаринского водохранилища по Казылкумскому каналу. Уже имеется 2,6 миллиарда кубометров, и это на 600 миллионов кубометров больше, чем годом ранее. Весной пришло много воды. В итоге Шардаринское водохранилище наполнилось на 90%, накопив почти 5 миллиардов кубометров воды. Сейчас в среднем прибывает 125 кубометров воды в секунду. В нижнее течение реки Сардарья мы направляем 650 кубометров в секунду. Важный момент для любого фермера и сельхозпроизводителя – это стабильная подача воды. Благодаря этому в текущем году они получат хороший урожай, а фермеры, которые выращивают арбузы, соберут уже второй по счету урожай в августе. В этом году воды много. Люди довольны. Каждый год были трудности, но в этом году все хорошо. Зимой получили много воды и летом тоже вовремя подали. Собрали первый посев, поливаем второй. Через 10-15 дней планируем снова собрать урожай. Всего с начала поливного периода из Узбекистана в Казахстан прибыло 3,9 миллиарда кубометров. Это стало реальным после заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, когда договорились о подаче воды из Казахстана в Узбекистан в объеме 922 миллиона кубометров. Так что взаимные встречи и договоры, как принято говорить в таких случаях, оказались плодотворные. Министр просвещения провел встречу с руководителями Управления образования северных районов страны. Ганибий Симбаев обсудил с ними итоги первого полугодия и перспективы на 2024-2025 учебный год. Основные темы обсуждения – это повышение качества образования и безопасность детей. Руководители Управления образования Североказахстанская, Акмолинска, Кустанайска и Карагандинской областей приехали в столицу для обсуждения самых актуальных вопросов. Напрямую с министром просвещения говорили про образовательные планы, новые проекты и многое другое. «Мы должны подчеркнуть для себя, что безопасность детей очень важна. Мы не должны допускать недочеты в будущем. Еще есть вопрос педагогических кадров. Необходимо это контролировать. У нас есть педагогический вуз, и сейчас мы прорабатываем механизмы с министерством, приводим в порядок, усиливаем работу вместе с Орлеу. Необходимо работать над качеством педкадров». Гани Бесибаев озвучил главные задачи, такие как защита прав детей, повышение качества организации питания, усиленное сотрудничество с родительскими комитетами, передача опыта и поддержку учителей. В ответ каждый из руководителей рассказывал министру о достижениях в образовании своего региона. «Хочу отметить, что в Кустанайской области в текущем году будут введены около 900 новых мест. До конца этого года будут открыты шесть, войдут в эксплуатацию шесть комфортных школ. Все создаваемые условия, естественно, дают свои результаты. К примеру, за прошлый учебный год мы занимаем пятерки первых по таким международным исследованиям, как ПИЗА, ТИМС и республиканского исследования МОДО». Еще результаты по другим предметам и озвученные Гани Бесимбаевым важные приоритеты подчеркнули для себя руководители Управления образования. «Это, во-первых, менеджмент, это инфраструктура, работа с педагогами, воспитательная работа и, конечно же, безопасность детей. Анализируя все те задачи, которые поставил министр, я понимаю, что в Кустанайской области необходимо уделить внимание именно менеджменту, именно подбору кадров и вопросов безопасности детей, которые сегодня актуальны». В прошлом году были недочеты, сказал Гани Бесимбаев представителям управлений. «Нужно изучить причины, последствия, а главное, не совершать их больше в будущем. Еще важно оказывать поддержку педагогам, которые показывают профессиональные успехи, и привлекать сильные кадры в техническое и профессиональное образование». Гульнара Умарова, Ганезат Успанов, Нурлан Шамгонов, ТДК-42. Актаусцы недовольны качеством строительства многоквартирного жилого дома. Люди говорят, что застройщики совсем не подумали о благоустройстве и не выделили достаточного места для парковки и детских площадок. Ко всему прочему, в самом здании также имеются недочеты. Подробнее расскажет наш корреспондент Дана Килибаева. Жители ЖК Сарайшек, введенного в эксплуатацию в 2020 году, не были готовы к такому повороту событий. Люди говорят, что по проекту был предусмотрен обширный двор с большой парковкой и детской площадкой. Однако к моменту завершения строительства дома под номером 17 перед ним был построен второй дом 17-1. В результате осталось очень мало места. Поэтому проезд для машин стал затруднителен, и детская площадка уменьшилась в разы. Кроме этого, критики не выдерживают и инженерные сети. Эти инженерные линии существуют уже 4-5 лет. Они разваливаются и изнашиваются. В основном мы обращаемся в ЖКХ. Но Каспи жилу Суарнаса должны же выполнять свои обязанности, поскольку дом не находится на балансе Акимата. Они говорят, что не несут ответственности. Жители жалуются и просят помощи у ЖКХ. И только после этого предпринимается действие. Жители, уставшие обращаться в администрацию и к застройщику, теперь намерены подать в суд. Мы связались с компанией, строившей дом 4 года назад, но они отказались от интервью и предоставили лишь аудиозапись. Компания отделалась стандартным ответом, который не дал никаких результатов. Для расширения автостоянки жители должны создать ОСИ и подать заявление в местные исполнительные органы о расширении территории жилого дома. Учитывая, что строительные работы могут проводиться только на территории земельного участка, оформленного государственным актом, парковку на территории, находящейся в государственной собственности, предоставить невозможно. Если жители смогут оформить земельный участок на ЭМИОСИ, они должны будут сами осуществлять строительство. Мы не можем проводить какие-либо работы со стороны подрядчика после истечения гарантийного срока. В строительной компании признали, что уже четыре года не передают коммуникации на баланс соответствующим учреждениям. Однако они заявили, что не будут строить парковку. Компания, почему-то пропустившая гарантийный срок, намекнула, что жильцам следует решать проблему самостоятельно. Дана Келебаева, Макалин Нурдаулет, Аслабек Абекенов, телеканал ТДК-42, Актау. На ряд проблем пожаловались сельчане в Западно-Казахстанской области. Люди, проживающие в селе Мичуринское района Батирек, которые расположены в пригороде Уральска, возмущены качеством электроснабжения и пассажирских перевозок. Они говорят, что при малейших капризах погоды свет сразу отключается. Кроме этого, люди сетуют на то, что им приходится преодолевать большие расстояния, чтобы попасть на остановку общественного транспорта. Наши корреспонденты изучили проблемы жителей. У жителей села Мичуринское района Батирек накопилось множество проблем. В первую очередь это касается общественного транспорта. По словам жителей, остановка для автобуса находится далеко. По этому вопросу они обратились в городской отдел ЖКХ. Мы хотели здесь, чтобы остановился, и здесь место есть как раз, и поворачивался и обратно поехал. Или на следующей улице, есть студенческие улицы, там тоже дорога асфальтированная, там может проехать свободно. Почему нам отказывают, я не знаю. Я предлагаю перенести конечную остановку с ЖРОМ. Там 19-й автобус ходит по маршруту по своему, а 39-й, чтобы начинал там, конечную остановку, чтобы там было. Тогда весь этот вопрос решится. Аким Мичуринского сельского округа объяснил жителям, почему их вопрос не был удовлетворён. Оказалось, что проблема упирается в финансирование. «Нами была отправлена заявка и обговорена территория для остановки, но пока субсидий нет. Если получим субсидии, то маршрут обязательно будет продлён». Проблемы с электроснабжением также являются одним из волнующих сельчан вопросов. Люди говорят, что при малейших капризах погоды свет выключается. При этом в остальное время наблюдается нестабильное напряжение. Эта проблема острее в зимнее время, так как у многих отопление дома зависит от электричества. «Как только наступает зима, мы сталкиваемся с проблемами освещения. Ничего не работает, и отопление тоже. Даже небольшой ветер лишает нас света». По словам Акима, в этом году в селе будут заменены 128 вышедших из строя уличных фонарей. Что касается электрических сетей, в настоящее время разрабатывается проект. «Действительно, в селе уже устаревшие электролинии. Планируется полная замена всех проводов и опор. Сейчас подготавливается совместный проект, который скоро будет отправлен на экспертизу». Жители также сталкиваются с нехваткой воды. Доступ к централизованному водостабжению имеют далеко не все сельчане, поэтому у каждого во дворе свой колодец. «Программа Ахблак проводили воду, а мы остались без воды. Не знаю, как тут теперь решать вопрос. Воду требуют жители провести воду центральную». По словам представителей отдела архитектуры и градостроительства Акимата района Байтирек, ранее был разработан проект по реконструкции водопроводных сетей и отправлен на государственную экспертизу. Однако результат был отрицательным, и работы не были завершены. «Ранее осуществлялась реконструкция водопровода, но проект не завершился. После этого мы сделаем корректировку в проекте и отправим повторно». Теперь Акимат намерен снова подготовить проект и отправить на экспертизу. Если проект пройдёт успешно, в следующем году будет выделено финансирование из бюджета. Это лишь часть проблем, которые необходимо решить в селе. Помимо этого, остаются нерешённые вопросы с дорогами, установка контейнеров для мусора и детских площадок. Зарина Шакешева, Нурлан Кунашев, Аслабек Абекенов, телеканал ТДК-42. Актюбинскую область с рабочим визитом посетил советник-премьер-министр республики Ярлы Тукжанов. Он ознакомился с ходом реализации проекта аула Манате. Вместе с ним в Каргалинские и Мартугские районы выехали и представители СПК Актюбе. Через социально-предпринимательскую корпорацию сельчане получают льготные займы, чтобы начать собственное дело. Какие направления они выбирают для ведения бизнеса, узнавала Лейла Ауесова. Советник-премьер-министр Ярлы Тукжанов встретился с предпринимателями, которые начали работу по проекту аула Манате. Вместе с ним в Каргалинские и Мартугские районы выехала команда СПК Актюбе. Во главе с председателем правления Ауезом Таимбетовым и директором департамента по работе с проектами Ахкуля Кимжановой. В селе Саржар Мартугского района они посетили цех по производству труб для всех видов печей. Его запустили благодаря проекту аула Манате. Сейчас семейный бизнес приносит хороший доход. Ежедневно к ним поступают десятки заказов на установку качественных дымоходов. До этого я трудилась в подобном производстве. Потом ушла с завода и решила открыть собственное дело. Я благодарна проекту аула Манате за предоставленную возможность заняться бизнесом в родном ауле. Наш товар можно приобрести и в городе. Мы продаём дымоходы по 12 тысяч тенге за штуку. Руслану Махамбетову одобрили кредит в размере 8,5 миллионов тенге на развитие тепличного бизнеса. Фермер выращивает овощи на открытом грунте и уже собрал первый урожай томатов. Ещё один предприниматель из села Саржар, который воспользовался программой аула Манате, ергазодобылов. Заемщик построил на своём участке перепеленную ферму. Птицеводцем решила заняться и его односельчанка Жансая Рамбаева. Выращивание перепелов требует внимательного ухода за вольером и соблюдения условий среды для птиц. Это очень чувствительные и нежные существа. Как видите, здесь обеспечена система подачи воды для птиц, питание, в помещении поддерживается температурный режим. Ещё одним объектом посещения стало хозяйство Самалабаевой. На своих полях фермеры внедрили систему капельного орошения для выращивания кукурузы. В этом году планируют собрать не меньше 40 тонн продукции. Сельхозпроизводители приняли участие в расширенном заседании. Отметим, что в Мартугском районе на сегодня реализовано 334 бизнес-инициативы. Советник премьер-министра положительно оценил проводимую в регионе работу и поручил продолжить реализовывать проект и внедрять лучшие практики. Мы объездили несколько регионов, посетили хозяйство, где ознакомились с реализованными проектами. Бизнес на селе динамично развивается. Это видно на примере Актюбинской области. Мы убедились в эффективности программы, особенно с учётом поставленной задачи по избавлению от импортозависимости. В завершении встречи был подписан трёхсторонний меморандум между Акиматом области, владельцем пекарни из Хромтау и руководством Актюбинской медной компании, которая выразила готовность поддержать местных производителей и покупать продукцию, выпущенную участниками проекта Аула Моната. Лайла Уйсова, Жумарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбинская область. В Западно-Казахстанской области выявлены нарушения в оплате командировочных расходов и трудовых отпусков государственных служащих. Об этом сообщили на заседании Совета по этике. Подробнее о ситуации и мерах, принимаемых для устранения нарушений в следующем сюжете. В этом году в Западно-Казахстанской области выявлено 16 фактов несвоевременной выплаты командировочных расходов и отпусков государственным служащим. Требования закона сильно нарушаются Акиматами. Об этом сообщил председатель Совета по этике Мурат Байсалов. Сегодня на заседании Совета по этике рассмотрены шесть вопросов, и все они профилактического характера. До этого департаментом Агентства по делам госслужб по Западно-Казахстанской области проводилось ряд проверочных мероприятий в Акиматах, в государственных органах. И в связи с этим сегодня отчитывались руководители тех государственных органов по принятию мер по недопущению преди выявленных нарушений. Совет по этике уделяет особое внимание профилактике нарушений и требований законодательства государственными служащими. На совещание отчитались Акиматы Чингерлаусского и Картупинского районов. В первом наложено обучение на курсах переподготовки специалистов. В прошлом году департаментом по делам государственной службы в районном Акимате был проведен внешний анализ, в результате которого выявлено 11 правонарушений. Власти районов утверждают, что своевременно справляются с нарушениями. По пятому пункту в постоянной основе проводятся профилактические мероприятия на недопущение совершения коррупционных преступлений государственными служащими. Постоянно проводятся семинары обсуждения о противодействии коррупции и уголовного кодоса. За первое полугодие 2024 года на этическом совете было рассмотрено 4 дисциплинарных дела и 5 государственных служащих привлечены к наказанию. В прошлом году членами совета было расследование 8 дисциплинарных дел. Альбина Жекенова, Айбулат Жахампар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Туркестанской области возбуждено уголовное дело в отношении братьев, занимавшихся продажей вейпов. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции совместно с управлением полиции города Туркестан провели оперативно-профилактическое мероприятие с целью пресечения правонарушений. Они обнаружили незаконную продажу вейпов. Напомним, с 20 июня текущего года в Казахстане запрещен оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, то есть вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. В городе Туркестан выявлены два торговых магазина, незаконно продававших запрещенные законом табачные изделия. И всего изъято 327 штук вейпов. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование. Агентство по финмониторингу завершило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ТО Атраусский нефтеперерабатывающий завод Досмуратова. Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшие тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству. Досмуратов подозревается в том, что в период 2022-2023 годов при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование необоснованно выделил из средств АНПЗ денежные средства и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге. В отношении Досмуратова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению. В Уральске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». С 23 по 28 июля полиция усилила работу по обеспечению безопасности пассажиров и профилактике правонарушений со стороны водителей общественного транспорта. Мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, технических неисправностей транспортных средств, а также контроль за соблюдением водителями режимов труда и отдыха. За два дня ОПМ на территории города выявлено 11 административных правонарушений, совершенных водителем маршрутных автобусов. В том числе два водителя автобуса привлечены за эксплуатацию переоборудования транспортного без соответствующего решения. Кроме этого, к административной ответственности привлечены два должностных лиц предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки по городу. В Уральске прошла конференция, посвященная борьбе с инфекционными заболеваниями. На совещании врачи проанализировали текущую эпидемиологическую ситуацию и поделились своими мнениями. Подробности в сюжете. В городской многопрофильной больнице Уральска прошла конференция. Мероприятие собрало ведущих специалистов в области здравоохранения, которые обсудили методы профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Директор инфекционной больницы Западногостанской области Надея Ахметова сообщила, что на конференции были рассмотрены вопросы повышения квалификации медицинского персонала и внедрения новых технологий в диагностику и лечении инфекционных заболеваний. Аудитория у нас – это врачи общей практики, педиатры, терапевты, как в онлайне, как в оффлайне и так же в онлайне сейчас идет участие. Это тема, посвященная для всех наших коллег области. Цель повышения квалификации по ранней диагностике и особое внимание – это по профилактике инфекционных заболеваний. В совещании приняла участие внештатный детский инфекционист страны Дина Гульбаешева из Астаны. Квалифицированный врач поделилась опытом с коллегами и отметила рост заболеваемости коклюшем и корю среди детей. Отмечается рост заболеваемости коклюшем и менингококовой инфекции. Кори и коклюш – это вакцина, управляемая инфекцией. Это говорит о том, что снизилась привитость населения. То есть увеличилась так называемая неиммунизированная прослойка, которая обеспечивает рост этой заболеваемости. И сегодня родители должны проявлять солидарную ответственность по отношению к здоровью своих детей и своевременно их прививать. Врачи напоминают, что единственный способ борьбы с инфекционными заболеваниями – вакцинация. У привитого человека вырабатывается иммунитет, способный противостоять инфекциям. Альбина Жекенова, Айбула Джахапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Все самое главное за последние семь дней в программе «Итоги недели» – воскресенье на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова